Сервис выгодных путешествий TripMyDream представляет Индия это не страна для отдыха, это страна форс-мажор, это страна для приключений Первое, что шокирует, это огромное количество людей Толпа везде, везде, то есть тебя везде где-то прижимают, на тебя везде внимание огромное В Дели вот видно, что помогает есть кому Пойдем посмотрим индийские трущобы Индусы совершенно необязательный народ, абсолютно бескомпромиссно необязательный Привыкнуть к этому невозможно и не стоит Вот эта вот еда на улице, которая абсолютно везде, это нормально? Там можно кушать Кушать можно все, последствия разные Намасте, друзья, это практически алоха, только по-индейски Все верно, это выпуск экспатов из Дели Смотрите выпуск до конца, мы разыграем два авиабилета От авиакомпании Air Astana Прямо сюда, в Дели Подписывайтесь на канал и погнали знакомиться с Дели Играет музыка Играет музыка Друзья, с нами Надежда И она нам будет сегодня открывать свой Дели Надежда, представься, пожалуйста, с зрителем Здравствуйте Как вы уже сказали, меня зовут Надежда Мне 44 года Я живу в Индии 16 лет Приехала сюда в 2002 году По одним обстоятельствам и осталась здесь по другим обстоятельствам Сейчас я здесь просто живу, замужем Делаю свое небольшое дело Сегодня мы с тобой гуляем по старому Дели Да, сегодня мы делаем прогулку по старому Дели По самому сердцу старого Дели, можно сказать Самому ядру Который начинается у нас, собственно, от Редфорта Красный форт Который был построен в середине 17 века Построил Шах Джоханом Тем самым правителем, который построил Тадж-Махау Он здесь в очередной раз перенос, когда из Агры, столицу в Дели И он начал строить, как бы, опять свою столицу Заново форт И после этого от этого красного форта выросла вот как раз потихонечку старая Дели Которая середина 17 века здесь все это началось И Джамм-Машдит, который там вдалеке есть То есть это в свое время была самая большая мечеть в Азии Вообще Дели, начнем с того, что это Дели Это ее еще называют столица семи империй Самое первое упоминание о Дели Это еще 3000 лет до нашей эры В Махабхарате, в знаменитой Здесь на реке Ямуна был построен город Пандовыми Пандовыми, Каураву Это история, которая описывается в Махабхарате Это история вот этих двух кланов Она очень большая Это один из самых больших эпосов в мире вообще Древних Около 3000 лет назад здесь стоял город Индропраста Который был написан в этом эпосе После этого на этом месте около семи раз Взникала опять столица именно империи То есть здесь были и индийские империи Здесь были несколько династий какие-то правящие Когда здесь как бы как княжество И оно было главным Потом началась первая экспансия мусульман Это около 900 лет назад, 1100 какой-то год Сюда начали приходить Сначала мусульмане просто приходили, разграбили и ушли Пришел один Кутумуддин из Афганистана И он пришел и сказал, что это место хорошее, собственно И здесь основал самый первый дилийский султанат Был основан 900 лет назад Как раз это была первая экспансия мусульман Несколько династий после него еще правили Потом как бы одна династия немножко уходит Приходит другая Потом пришли великие моголы Это уже другой, по-моему, с ветки Тамерлана Бабур пришел сюда Тоже опять завоевал, разбомбил тех, которые были уже расслабились Построил опять свою столицу в Дели Вообще Дели не всегда была столицей Оно регулярно переносилось в Дели Агро, Агро, Дели Одно время столицей даже была Калькутта В том числе, когда британцы начали править Там столица была в Калькутте И только в 1911 году столица вновь была перенесена с вице-королем Именно в Дели И тогда, в 1911 году, началось строиться новое Дели То есть это год основания именно нового Дели Мы сейчас вот на самой улице, которая «Чайничок» называется Это сердце старого Дели Можно сказать, с уверенностью Сейчас еще не совсем ранее на утро Поэтому трафика здесь особого сейчас нет Около 11 утра здесь открываются все лавки И моментально встает дорога Моментально здесь наполняются улицы И как покупателями, так и продавцами И здесь вообще очень оживленное место Здесь, в принципе, оптовый маркет для всего То есть каждая улица чем-то торгует Вот здесь, например, там музыкальные системы Для машин, для дома Для концертов огромные такие колонки Можно и купить, и взять в аренду Чуть дальше фотографический маркет Чуть дальше там именно по тряпочкам Еще подальше Мы обязательно заглянем на эту улицу Там только серебром торгуют, например Только золотом торгуют В том числе самый большой рынок бриллиантов Здесь находится в Азии Который трафик бриллиантов, так скажем И так далее Дальше пойдем, дойдем все-таки до рынка специй Который самый большой в Азии Скажи мне, Надя, как ты попалась сюда? Занесло меня на самом деле по собственному желанию Я очень долго увлекалась культурой и историей Индии Очень долго, лет с 16 Я сама родом из Волгограда И в Волгограде очень долго занималась индийскими танцами После этого мне захотелось узнать больше Я переехала в Москву Я поступила в культурный центр при посольстве Индии И три года благополучно там отзанималась И там, как грант, меня наградили стипендии на обучение в Индии И в 2002 году я приехала в Индию Я училась в National Institute of Kathak Национальный институт Kathak Я с 2002 до 2005 года там училась Благополучно закончила, получила диплом Ну и, собственно, моя виза закончилась И было время вернуться обратно Но к тому времени я уже полтора года встречалась с молодым человеком Который сказал, что, дорогая, нет, я тебя не отпущу С местным? Да, с местным молодым человеком Я посмотрела, мальчик хороший Ну, нельзя такими вещами раскидываться в жизни И давай все, поженимся, и сейчас все, ты останешься И так, собственно, я вышла за него замуж И осталась здесь на других уже основаниях, чем приехала Как быстро ты подучила язык, и насколько сложный язык? Теоретически сам хинди, вот такой вот разговорный, он несложный Если брать изначально, из чего хинди вырос, из санскрита Да, это один из самых сложнейших языков Но хинди, он уже более простой Я бы сказала, даже проще английского в некоторых моментах Как быстро я изучила, а я до сих пор его не изучила Это, конечно, стыдно признаться после стольких лет Но так как мне хватает довольно-таки английского языка для общения То хинди у меня чисто на бытовом уровне Чисто вот для вот такого вот общения Там со свекровью своей поговорить или еще что-то Мне этого хватает Меня муж регулярно корректирует постоянно Если я что-то говорю неправильно, он постоянно мне что-то говорит Говорит так или так Мой сын уже начал меня в английском корректировать То есть он в школе изучает его А у тебя сын на каких языках говорит? Трех языках Русский, английский, хинди Вау Друзья, мы с вами прилетели в Дели Вместе с нашим партнером авиакомпанией Air Astana И сегодня я вам хочу рассказать о бизнес-классе мечты Так вот, на борту бизнес-класса Air Astana вас встретят Комфортные и просторные сидения Расслабляющая обстановка Персональная система развлечений Поверьте, это далеко не все привилегии, которые вас здесь ожидают В качестве доказательств приведу топ-5 фактов о бизнес-классе Air Astana Которые убедят вас попробовать полет именно такого уровня Мечтаете выспаться во время длительного перелета? Здесь вас ждет полноцельное спальное место на перелетах в Гонконг, Сеул и Куала-Лумпур А на рейсах средней дальности удобное место повышенного комфорта с дополнительным пространством Приятно, когда авиаперевозчик заботится о твоем комфорте даже в мелочах В бизнес-классе на средне-дально-магистральных рейсах Вы получите дорожные наборы от люксовых брендов Christian Lacroix, Oscar de la Renta И все, что необходимо, будет у вас под рукой Здесь действительно продуманное меню от профессиональной команды поваров Которая удовлетворит любого гурмана Огромный плюс – это доступ к бизнес-лаунжам по всему миру Чтобы не заскучать, для вас предусмотрели персональную систему развлечений С последними новинками кино, сериалов и мультфильмов А теперь главное – проверьте стоимость И вас приятно удивят привлекательные тарифы по многим направлениям Эр-Астана из самого сердца Евразии Друзья, скажу вам честно, Индия просто невероятная Дели – город, который порвал меня эмоционально, разорвал очень многие шаблоны Я просто не знаю, как все это передать в видео Я хочу, чтобы кто-то из вас сюда приехал и узнал этот город по-настоящему Мы вместе с авиакомпанией Эр-Астана разыграем 2 авиабилета в Дели Смотрите видео до конца, комментируйте, будьте подписаны на канал, ставьте лайк И выиграйте 2 авиабилета в Дели И насладитесь этим невероятным городом Друзья, с нами Таня И Таня будет сегодня показывать нам абсолютно другой Дели И, Таня, можешь, пожалуйста, представиться и рассказать, какой Дели мы сегодня с тобой увидим? Меня зовут Таня, я из Минска Сегодня покажу вам Дели такой, которым я вижу его сама Таким, какой он есть И покажу трущобы, как бы, как живут люди Потому что здесь людей очень много, очень все разные И то, что я вижу каждый день, конечно, нет Но приезжаем часто, потому что и помогаем в трущобах И пытаемся детям как-то, чем-то, чем помогаем, чем можем Но покажу трущобы, покажу свой район Покажу бизнес мужа, покажу ресторан Расскажу все, что знаю Мы сейчас находимся в этой трущобы, правильно? Да, это, на самом деле, мы находимся в Южном Дели В Южном Дели считается самым благополучным районом Но к тому же, как бы, могут быть очень богатые дома Этот район считается довольно-таки дорогим Как бы, если арендовать квартиру, если покупать жилье Здесь очень дорого Но контраст вот этот, как бы, в центре Дели, в Южном Дели Находятся вот эти трущобы Вот здесь вот видно, как живут люди И это одни из самых больших трущоб в Южном Дели И почему я знаю это место, как бы Мы сюда приезжаем, вот эта школа, вот с этой стороны Мы с волонтерами, там даже видно через забор, как мы ее рисовали Мы покрасили школу прошлые выходные Вот А так люди вот здесь живут Здесь учатся В этой школе учатся дети, которые живут вот в этом районе И вы им помогаете, правильно? Да, помогаем, потому что можем Это все началось от того, что муж открыл бизнес И мы хотим, как бы, может быть, даже для своей кармы Но, как бы, мы всю жизнь помогали И решили что-то сделать тоже в Дели Поэтому я начала искать возможность, кому помочь Потому что в Дели, вот, ну, видно, что помогать есть кому Но ты же не выйдешь на улицу и не скажешь, давай я тебе буду помогать Тем более, если ты не знаешь языка Если не знаешь, что им нужно Один раз поможешь, потом они будут приходить каждый день Поэтому мы решили найти организацию, как NGO Чтобы помочь Но у меня это заняло где-то месяцев 7 Потому что помогать не очень... Ну, все хотят денег И все предлагали Так давайте вы нам денег дадите И поможете Мы напишем, что вы нам помогли Я говорю, это не то, что мы хотим Мы хотим все-таки помогать Сами приезжать Знать детей Видеть И понимать, что нужно людям И вот такую организацию я нашла У них главный офис недалеко Здесь минут 10 отсюда ехать И вот одна из школ этой организации находится здесь Это pre-school, там с 3 до 6 лет дети И когда я приехала в первый раз, они мне сказали Good morning, ma'am Я влюбилась И поэтому с этого времени мы приезжали, помогали С волонтерами С международными, кстати, волонтерами В основном из Бразилии, из Франции Из Тринадада Даже у меня одна девочка помогала в прошлый раз Поэтому все собираемся и делаем вот такие добрые дела То есть здесь есть дети, которым ты помогаешь Если мы кого-то из них увидим, мы сможем зайти в трущобы, посмотреть, как они живут? Если увидим, то да Мы когда здесь помогали в воскресенье, школа обычно закрыта Но нам, как они нас уже знают, они сказали Да, пожалуйста, приходите, а ключи возьмете в синем доме наверху И вот видите, где синий дом, где лестница, да? Так Я приехала сюда в 9 утра И я поняла, что лестницы там нету Я думаю, а как туда зайти? Есть, вон же есть, смотрите, какая Сейчас есть Тогда не было И она иногда есть, иногда нету И я стояла, смотрела, думаю, а как? А зайти? И я потом поняла, что на самом деле они живут, да? Эта лестница сейчас есть Так они и заходят Другого входа нету Они поднимаются просто по лестнице Они поднимаются по лестнице А когда я приехала, лестницы не было. Я думаю, что мне делать? Как бы дом есть, квартира есть, а как зайти, непонятно. Скажи, пожалуйста, как ты очутилась в Дели? Здесь живешь уже 2 года. Да, получилось 2 года назад. Никто не собирался переезжать, но так вышло. Вообще, я уехала из Минска 15 лет. Я училась в Англии, потом училась в Швейцарии. Я жила в Дубае, я жила в Китае год. Училась на гостиничный бизнес. И с тем, что я делала, была возможность путешествовать, работать еще где-то. И не только так, на неделю, а именно посмотреть страну, почувствовать ее, быть экспатом. И потом уехала на Багаму. Я там жила 6 лет. Вау. Прожив там уже 2 года, приехал к нам новый директор F&B, Рохан. Теперь мой нынешний муж. Так мы с ним познакомились. Это уже было, получается, лет 7 назад. И потом мы очень хорошо общались. Он нас свозил в Индию. Первый раз в 2013 году я канадка, подруга нашей Рохан. Конечно, путешествие было супер 2 недели. Это была Индия, Дели и Непал. Мы были под таким впечатлением. Конечно, мы были в шоке. Но тогда я тоже не знала, что я перееду. А потом, когда я ушла с работы, как бы я уехала, Рохан уехал. Он сказал, я хочу свое дело открыть в Дели. Не знаю, почему именно в Дели. Вы у него можете спросить. Потому что ему казалось, что здесь как бы есть весь бизнес. И я уехала домой, пожила там 9 месяцев, поняла, что я в душе экспат и надо ехать дальше. Позвонила Рохану и сказала, что я приеду. Приехала на 6 месяцев помочь ему с открытием. Тогда ресторан еще строился. И потом он мне взял предложение и потом... Но вы тогда были еще друзьями, да? Да, да. А потом ты вышла замуж за индийца, получается? Да. Вышла замуж за своего друга, да. Друзья, с нами Олеся. И сегодня она будет показывать нам свой Дели. Олеся, можешь, пожалуйста, сделать introduction, коротко о себе рассказать? Меня Олеся зовут. Я живу в Индии 6-й год. Здесь мне по кайфу, на самом деле. Несмотря на то, что вы, наверное, в шоке от того, что вы видели. И как здесь вообще можно жить. Но, тем не менее, здесь куча преимуществ. Я сегодня покажу тебе свой Дели. Покажу тебе президентский дворец, ворота Индии. Может быть, в Лоди Гарден. Может быть, мы съездим в Хума Юн Том. Посмотрим. Некоторые люди прилетают вообще к нам неподготовлены. Когда ты летишь в Индию, нужно думать и нужно понимать то, что Индия – это не страна для отдыха. Это страна – форс-мажор, это страна для приключений, это страна для выхода из зоны комфорта. То есть ты прилетел в аэропорт, вышел из международного терминала – все, ребята, ты вышел из зоны комфорта просто напрочь. Поэтому, если ты летишь в Индию, тебе не нужно там париться за то, какой у тебя будет отель, за то, какой у тебя будет сервис. Ты прилетаешь, ты должен себя чувствовать Элли, которая просто ураганом унесла, в общем, куда-то в домике в своем. И ты должен вот здесь вот выжить и испытать массу, кучу просто максимум ощущений от того, что здесь с тобой будет происходить. Ты даже можешь не планировать свою поездку. Просто купи билет до Дели, вот, и ты вот перенесешься совершенно в другой мир, совершенно в другую страну, где не испытаешь ничего подобного ни в Турции, ни в Египте, нигде. Как бы моя история, она начинается с того, что в России наступил кризис, были проблемы с работой, а еще нам очень сильно не подходил климат. После того, как мы уже несколько лет провели зимовки в Юго-Восточной Азии, у нас родился ребенок, который с нами путешествовал. Возвращаясь в Россию, он просто начинал болеть, болеть, болеть. Вот. И здесь, в общем, это все нормализовалось, это все пришло в какую-то норму. Мы перестали бегать по больницам, мы перестали, в общем-то, в принципе, болеть. С бизнесом тоже потихонечку все наладилось. Юго-Восточная Азия, она же большая. Почему выбрали именно Индию и именно Дели? А все просто. Потому что Юго-Восточная Азия, да, большая, но именно в Индии второй официальный язык, допустим, английский. Чтобы работать в Таиланде, нужно учить тайский. Здесь хинди знать не обязательно. Те, кто здесь работает, те, кто здесь живет, и те, кто закончил хотя бы среднюю школу в Индии, они все знают поголовно английский. Поэтому в этом плане проще. И, конечно же, совершенно такая причина обыденная, то, что было, куда ехать. Потому что здесь жил наш партнер уже лет, наверное, 5-6. И в конце концов я ему позвонила, говорю, Вась, типа, есть варианты по поводу того, чтобы заниматься натяжными потолками. Он говорит, да, не вопрос, приезжайте здесь. Только все начинается. Вы занимаетесь натяжными потолками здесь? Это была первоначальная идея, с которой мы приехали сюда. Но идея была проста. Здесь сезон дождей, и плохо сделаны крыши в основном. Поэтому протечки, вот эти желтые пятна. После каждого сезона дождей нужно белить, красить, что-то еще. А натяжное полотно ты просто взял и просушил. Но, тем не менее, так как однотонные не пошли, где-то через год мы приняли решение, что нужно ставить люминесцентные просвечивающиеся потолки, под которыми стоит подсветка, и они должны быть принтованы. То есть, когда это включается... Вах! Муж дизайнер. И я достаточно так отдала, в общем, все это вот мужу и партнеру, в общем, это в руки. А то, чтобы мне здесь не было скучно, я занялась туризмом. Друзья, Дели – это один из самых эмоциональных городов, который мне приходилось посещать за последнее время. Я уже безумно сильно хочу сюда вернуться. С нами во время съемок приключилось так много невероятных историй, что можно написать целую книгу. Однажды между съемок я вышел в магазин за водичкой. Но вы же помните, что воду из-под крана в Индии пить нельзя вообще. А можно пить только бутылированную и то купленную в проверенных магазинах. Так вот, стою я в огромней же очереди. Пить так сильно хочется, что я открываю бутылку, напиваю и понимаю, что я облажался, облажался так, что не взял с собой кошелек. Слава богу, со мной был мой мобильный телефон. Я набрал съемочную группу, ребята прибежали через 15 минут. Я расплатился, но эти все 15 минут я стоял и объяснял индийцу, слабоговорящему по-английски, что ситуация скоро разрешится и все будет хорошо. Я заплачу. Но теперь появился другой способ выхода из этой ситуации. Тоже при помощи мобильного телефона, только при этом теперь не нужно никому звонить и даже писать. Теперь вы можете оплачивать что угодно при помощи своего телефона и цифрового кошелька Apple Pay. Да, друзья, OTP-банк буквально несколько дней назад открыл сервис Apple Pay для своих клиентов-дирижателей карт. 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 Теперь оплачивать все ваши покупки стало еще удобнее. Платить смартфоном очень просто и абсолютно безопасно. Подключение вашей платежной карты к кошельку Apple Pay займет всего лишь несколько минут. Как подключиться и пользоваться? Все детали я уже оставил в описании к этому видео. Друзья, для тех, кто не знает, моя основная карта для путешествий это OTP Black от OTP-банка и MasterCard. И я с этим банком уже более 10 лет и с уверенностью могу вам его рекомендовать. Оформляйте себе такую же карту для путешествий. Все детали по карте я тоже оставил в описании к этому видео. Да, самое главное, когда вы приезжаете сюда, первое, что шокирует, это огромное количество людей. Толпа везде, везде, то есть у тебя нет отсутствия приватного какого-то пространства своего. Оно полное отсутствие, то есть тебя везде где-то прижимают, на тебя везде внимание огромное. Это самое первое, что шокирует и дискомфорт такой доставляет. За столько лет я немножечко привыкла, да, я там иду с какой-то подругой, которая приехала, ой, на нас смотрит, я уже не вижу, что на меня смотрят, мне уже пофигу, мне уже, мне уже все равно. Потому что нельзя на это постоянно реагировать, ты просто истратишь себя на раздражение на это. Толпа людей, естественно, толпа людей делает кучу мусора. Когда я переехала первый раз прямо из Москвы в белых туфельках, шифоновых штанишках, и меня не встретили в аэропорту, и меня там ребята-бэкпекеры, ну, поехали там на Мэйн-базар. Я выхожу из такси в белых туфельках, встаю в жидкое что-то, и вот это было, господи, и сразу захотелось прыгнуть в такси, уехать обратно. Думаю, мамочка дорогая, зачем? Ты к этому привыкла сейчас? Скажем так, привыкнуть к этому невозможно и не стоит, но с этим можно только смириться. То есть, как бы, надо немножко отсеивать иногда от себя вот это все, иначе здесь просто сойдешь с ума, если ты постоянно будешь на это раздражаться и будешь на это реагировать очень остро. С этим надо смириться, сказать такую знаменитую фразу, кой батный и, я потом расскажу, что это значит. Прям сейчас расскажи. Кой батный и, дословно, какой может быть разговор. А смысловой, смысловое значение, типа, ничего страшного, кой батный и, ничего страшного. То есть, это фраза такая, волшебная для индусов. Ничего страшного. Кой батный. Кой батный. Кой батный. Кой батный. Люди, вот, знаете, их, конечно, много, и это, конечно, минус. Но плюс в том, что, что меня больше всего импонирует в людях, в индийском, они очень не агрессивные. Они очень мирные. Они даже, когда ругаются, они такие смешные. То есть, просто... Это не разговариваю сейчас. Это он говорит, иди, иди, иди. Клиентов подсобирает. Иди, иди. Мы сколько идем? С нами не ругаются сейчас, а не то, что мы идем по дороге? Или это нормально ходить по дороге? Нет, ну что вы, белые люди. Да вам все можно. Нет, это нормально. Правда? Ну, утрировано, конечно же. Никита, я нужна ваша помощь. Можете помочь нам? Намасте. Я Андрей. Настя, что вас познакомиться. Это мои друзья. Что ты назвал? Никита. Никита? Настя, что ты познакомился. Друзья, пойдем посмотрим индийские трущобы. Намасте. 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 Великум. Великум, Индия. Хай, хай, хай. 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 Как дела? Грэнма. 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 Намасте. Намасте. Никита, прийдай. 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 Прийдай, пожалуйста, пожалуйста, мне вы можете переводить для нас? Потому что это не очень簡單, хорошо? Хорошо. Спасибо, дарлин. Кто живет здесь? Скажите мне больше о том, где они лежат, где они едут. Это все вместе здесь? Они лежат в Аппаре, а в их комнате. И они лежат здесь. Сколько человек живет здесь? Так много. Али-то. нет, только два. Две люди сидят здесь. Здесь есть комната. Здесь? Да, комната. А что там? Упера есть комната. Еще одна комната. Шукрия, что это? Нимка. Нимка — это лимон. Шукрия. Дай это Олга, она любит. Что это? Смешно. 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 Шукрия. Спасибо. Друзья, мы создали такой же этаж здесь в трущобах, что нас все просто зовут. Скорее зайдите к нам домой, сделайте с нами селфи. Вы знаете, реально абсолютно все улыбаются, все счастливые, не чувствуют абсолютно никакого негатива. Так всегда? Так на самом деле всегда. Они очень счастливые, но в принципе. Конечно, бывают ситуации, бывает все. Но в основном народ чувствует себя очень даже хорошо. Живут в дружных семьях. Сколько людей. Дети очень добродушные, в принципе, помогают всегда, всегда. Которые даже в школе. Мы красили в школу, пришли дети отсюда и тоже стояли, красили вместе с нами. Поэтому родители были не против. Слушай, у меня здесь ощущение есть, знаешь, что здесь чисто. У меня нет ощущения грязи вообще. Это нормальные трущобы? То есть какие-то лакшери трущобы? Нет, это нормальные трущобы. Но, к сожалению, они, может быть, будут чистить здесь. Но то, что вы видели на улице, оно далеко не уносится. Оно как бы они кидают на улицу. Здесь чисто, там нет, но они не понимают, что оно тоже не очень хорошо. То, что оно лежит рядом с домом, пахнет и все остальное, все остальное. Потому что не хватает образования, если честно. Они не понимают как бы связи одно с другим. Здесь помосы туда выкинул, и что дальше? Мы-то знаем, какие бывают последствия. Они, к сожалению... Слушай, мне интересно, у них есть документы на это жилье? Как ты думаешь? Да, в основном у них будет все-таки как прописка здесь. Они делают себе Адхар Картер такую. Я потом покажу сейчас, доставать не буду. Как бы каждый человек, как ID местная. И поэтому у них есть именно вот этот слам записан как адрес. А продается ли вот такая недвижимость вообще? А вот это мы узнаем чуть позже. Пойдем, пойдем, пойдем посмотрим внутрь. Какой вот твой имя? Меня зовут Адхар Девакар. Адхар Девака. А, слайд Девака. А, это не легко говорить. Это твоя дядь и отец? Он мой дядь. Он мой дядь. Он мой брат. Он мой дядь. И он мой брат. В самом деле, мы приехали в Дели для свадьбу. Девятую свадьбу. Ага, ты не живешь здесь? Нет, я из Канпур. Он мой отец. Укола? Какие люди живут здесь? 7-мембер. Как они живут здесь? Все вместе здесь? 3-мембер. И вот здесь. 4-мембер. Что ты делаешь для жизни? Матар. Он работает в фабрике. Метал? Метал. Метал. Какое таке деньги он делает за месяц-мембер? Метале летят 8-9000 рублей. Метал очень важно. Он работает там очень дорого. 8-9000 рублей мальчик? Он счастлив? Ага, он счастлив. Если ты счастлив? Шукрия. My pleasure. Насколько сложно было открывать бизнес тогда? Что нужно сделать, чтобы открыть здесь бизнес? Юрлицо. Нужно ли юрлицо? Какие налоги? Особенности ведения бизнеса с натяжными потолками? И особенности ведения туристического бизнеса? Нужно ли разрешение на работу? Можно ли работать по-другому? Как с персоналом? Дай, пожалуйста, детали нам. Слушай, кучу вопросов задал. С какого начинать? Со всех. С натяжных потолков давай начнем. Смотри, мы сначала закупили оборудование в Китае, привезли его сюда. Очень парились за то, чтобы найти подходящее помещение под цех. Потому что здесь нет как таковой вытяжки нормальной. Здесь нет как такового нормального напряжения электричества. Здесь оно тухнет постоянно. Просто как бы вот ты живешь-живешь, вроде как собрался пойти утром кофе сварить, и у тебя нет электричества часа на 3, например. Это вот обычная история для Дели. И в этом плане, конечно, очень сложно вести какой-то продакшн, что-то производить. Потому что могут быть вот такие вот нюансы. Как открывались? У партнера уже была открыта компания. Просто новая сфера деятельности, как натяжные потолки. Мы вписались очень плавно и хорошо, не нужно было чего-то там еще заморачиваться. С налогами, с налогами так очень непонятно в Индии. Потому что это может быть просто налог на продукцию на какую-то. Это может быть, он 18 процентов. Налог на прибыль 30 процентов. 30. 30 процентов, да. Поэтому даже вот, наверное, вы заметили в ресторанах. Туристы часто удивляются, когда мы приходим. Они там открывают любое меню, вроде как, как у нас, да, смотрят, заказывают. Чик, а счет им приносят гораздо выше. Потому что в меню никогда не включаются ни налоги, ни сервис-сборы, ни чаевые иногда туда тоже добавляются. В общем, нужно быть готовым к тому, что ты покушал, и счет тебе принесут на 30 процентов больше, чем ты, в общем, заказал по меню и сориентировался. Рабочая сила дорогая и дешевая? Как сложно найти здесь сотрудников? Есть и производство. С сотрудниками вообще беда. Потому что, как ты знаешь, наверное, или понял уже за эти дни индусы, совершенно необязательный народ. Абсолютно бескомпромиссно необязательный. Они считают, что у них впереди еще куча-куча реинкарнаций. Зачем спешить? И если, допустим, ты говоришь, что скоро, это может быть, не имеется в виду даже через час или через два. Это может быть на следующий день, на следующей, на следующей неделе. Ну, как бы у них даже, понимаешь, есть такое понятие, как кальмленге. Это означает и завтра, и вчера. И завтра, и вчера? И завтра, и вчера. Класс. Кальмленге. Чтобы открыть юрлицо, здесь это не так уж и сложно. Это стоит порядка 2 тысяч долларов. Сложности потом возникают с ведением бухгалтерии. То есть, ты должен все равно либо разбираться очень хорошо в законодательстве, чтобы балансы налоговые отправлять самому, что очень сложно. Либо у тебя должен быть нанят либо в штате, либо на аутсерсе какой-то бухгалтер. Бухгалтерия и все остальное с налогообложением, уплатой налогов ведется на хинду, либо, может быть, на английском? Мой партнер общается с бухгалтерами на английском. Андрей, я тебя привела специально на это место, чтобы показать эту точку. Это очень знаменитая Джалеби Вала. Джалеби – это индийская сладость. По сути, это хворост, утопленный в сахарном сиропе, который тут же делается при клиенте в горячем, раскипяченном масле. Это достается все пожаренное и топится в очень крепком сахарном сиропе. В основном едят Джалеби горячую. Считается, что самое лучшее. Для меня Джалеби – это просто инсулиновый шок, потому что это слишком сладко. Это очень-очень сладкая, нездоровая еда. Но вот конкретно вот эта Джалеби Вала – она самая знаменитая на всем Старом Дели. Ей больше 200 лет. И всегда, когда моя свекровь просит моего мужа привезти Джалеби, она имеет именно эту Джалеби из этого самого места. Стритфуд – очень развитая индустрия. Индусы и индийцы очень любят свою стритфуд. Есть некоторые блюда, которые только на улице и можно приготовить. Они будут самые вкусные именно в таком месте с маслом от отца. И есть вещи, которые только дома готовятся. Это в основном какая-то зожевская еда. Какие-то каши, рис с далом. Но все это также можно поесть и в небольшом ресторане. В ресторанах они регулярно едят. Для нас это громко сказано «ресторан». Они это называют рестораном. Для нас это, можно сказать, столовая. Более дорогие рестораны с индийской едой, конечно, существуют. Но в основном, я думаю, чтобы порадовать европейских туристов. Такие цивильные места. А индусы и индийцы сами любят посещать именно те места, которые что-то может быть необычное. Итальянская кухня, японская. Но они очень дорогие здесь. Да, это не каждый может себе позволить. С точки зрения гигиены, вот эта еда на улице, которая абсолютно везде – это нормально? Там можно кушать? Кушать можно все. Последствия разные. На самом деле, Индия в плане еды – такая страна. Здесь можно травануться и в пятизвездочном отеле. И прекрасно выжить после уличной еды. Индия – она родина очень многих специй. И, естественно, они из-за этого, в том числе, их очень любят употреблять в еду. В том числе специи – это дезинфицирующий фактор для еды. Так как здесь кишечные болезни распространены, то очень часто специи играет роль именно дезинфекции для какой-то еды. И еще индийцы считают, что каждое блюдо должно содержать в себе все вкусы. Оно должно быть и кислым, и сладким, и горьким, и соленым одновременно. То есть баланс вот этого всего разного – более кислый, менее сладкий, более горький, менее соленый. Он должен присутствовать в каждом блюде. Андрей, вот только так и никак иначе готовится настоящий индийский чай. Самый вкусный чай – это сваренный в такой прокопченой кастрюле вот на таком газу с огромным количеством имбиря, с огромным количеством кардамона, молока и очень-очень крепкий. Вот сейчас я только начал его варить. Через некоторое время это все станет коричневым и очень вкусным. Это вот чай-масала? Да, там чай-масала – это уже сбор кардамона, сухого имбиря. Это можно и свеженьким все потереть. И это получается очень вкусное. А что они готовят там за стритбом? Блины какие-то? Это доса, это доса. Это южно-индийское блюдо. В Дели тоже его очень любят. И это, кстати, очень любят есть на завтрак именно, то есть южно-индийскую еду. Это из рисовой муки, из жидкого теста на такой раскаленной сковородке. Вот его раскатали, потом его поджарили, свернули, и внутрь положили там какую-то смесь из овощей со специями. И к нему всегда подается самбар. Это такой супчик из овощей со специями с большим количеством. И чатни. Чатни – это соус или дипы из кокоса, кокос с паприкой, кокос с перцем. Но пахнет вкусно, выглядит очень атмосферно. Смотрите, видите, они положили начиночку туда сверху, потом это все такое заворачивается. И вот такой вот здоровенный лист. И вот здесь только у него самбар и чатни. Но здесь чатни, которые сделаны из кинзы. Кинза перемолотой, добавлена туда простоквашка. А что находится напротив нас? Гурдвара? Напротив нас, да, Гурдвара. Сахид. Гурдвара – это церковь сикхов. Это то, что всегда спрашивают. Ходят они в больших чалмах с бородами. Это религия, сикхская религия. И их церкви, их места, где они молятся, называются Гурдвара. Что если дословно перевести Гуру, Учитель, Двара – дверь к Учителю? У них нет как такового бога. У них есть знаменитый Гуру Нанак – учитель, который дал им учение. И у меня вопрос был к тебе следующий. Знаешь, как? Адаптация. Ты меня привела сразу сюда и показала, что ты, наверное, приехала уже адаптированно. Тебе надо было адаптироваться, в принципе, в Индии вообще. И вот твое большое сердце, вот это желание каждому из них помогать, я думаю, вот оно говорит, просто мне говорит очень о многом. Поэтому давай скажем еще раз шукрия. Шукрия. Намасте. Намасте. Бай-бай. Бай. Это любовь. Я не знаю. Мне хочется просто каждого из них облянуть. Они так улыбаются. Посмотрите, как они красивые. Все. Абсолютно все просто. Бай-бай. Вот это ощущение. У них 5 человек в одной комнате, которые 5 квадратных метров. У них здесь же кухня. Я не знаю, где туалет, но им не пахнет. Они все живут друг на другом. Но они такие дружелюбные. Видно, что они такие счастливые. Они так радуются. Почему это так у них происходит? У них вообще принято вот это семейное. Из игры, поняла? И они... Хоть у них там будет один матрас, но семья приедет на свадьбу. Вот ты заметил, что приезжала вот эта девочка. Она приехала на свадьбу. Да. Она здесь не живет. Но они приезжают домой к тому, у кого один матрас уже на 6 человек или на 7. Еще приезжают родственники, и они их принимают. Вот у нас бы иногда бы сказали, ну, куда в одну комнату квартиру всех, да? А вот, пожалуйста. Если есть желание, всегда найдешь место для родней. И они счастливые, потому что они верят... Ну, это уже в истории немножко, если в датсов. Вот эта кастовая система и реинкарнация. Они, по сути, их индуизм учит быть счастливым там, где ты сейчас есть. Вот если ты сейчас бедный, ты должен быть все равно счастливым. И тогда ты, если проживешь свою жизнь хорошо, в следующей жизни ты уже будешь кем-то другим. Смотри, Никита, которая нам помогала, ей 8 лет. Она живет здесь в трущобах. Она практически свободно говорит по-английски. That you speak English. We are talking about you, that you speak English. Come back, please, darling. You are so beautiful. Please. Окей. Никита, она говорит по-английски 8 лет, причем свободно. Да. Как здесь с образованием? И как здесь с образованием у разных кастов? Смотри, сейчас образование пытаются дать всем. Вот эти NGO, Non-Profit Organizations, открываются повсюду. Иногда они спонсируются государством. Иногда они спонсируются бизнесом, другими компаниями и так далее. Открыто огромнейшее количество этих NGO. Но, конечно, некоторые для отмывания денег, а некоторые, которые работают по-настоящему. Вот такое NGO, вот здесь эта школа Preschool от 3 до 6 лет. Вот эта девочка тоже туда ходила. Она отучилась, и потом вот этот же NGO они помогли ей поступить уже или в государственную, или в частную школу. Вау. Потому что квоты есть везде. Государственное образование младших классов, оно бесплатное. А за чьи деньги это все? Это все спонсорские деньги. Есть очень много программ. Например, можно в любой момент спонсировать ребенка. Как бы тебе, ты можешь его видеть. Тебе могут на дом присылать его оценки. Вот я хочу, например, ее спонсировать. Я полностью за нее плачу. Что-то около 1000 рупий в... Если они маленькие совсем, там 1000 рупий в... Всего лишь? В семестр, да. И ты можешь спонсировать этих детей. Ты можешь их навещать, если... Как вы договоритесь уже? Иногда вам присылают отчеты после четверти, как они закончили, как успехи. А платишь за их обучение ты. Иногда это делает вот это NGO. Вот Никита, есть еще один мальчик Lucky, он тоже нам помогал. Но он на английском не говорит. Они одного возраста. Она говорит, у меня хорошая школа, я как бы хочу учиться. Девочки вообще лучше учатся, чем мальчики всегда. Да? Конечно, потому что мальчики хотят сразу бежать и зарабатывать. Мальчики за тобой сейчас сидят. Вот они, к сожалению, они вот уже работают. Стереотип о том, что Индия – это бедная страна, он остался. И часто туристы приезжают и думают, что они здесь могут за 50 долларов снять шикарный пятизвездочный отель. Это не так. Конечно, вы можете здесь найти дешевое питание, дешевые какие-нибудь стрит-фуд забегаловки, поесть там чапати, выпить чай и заплатить там 30 рупий за это. Можно. Но если вы хотите, чтобы это было немножечко с какими-то элементами гигиены и санитарией, хотите пойти в нормальную кафешку, привычную для нас, для белых людей, то вы должны понимать, что это будет стоить дороже, чем в России гораздо. Здесь непомерно стоит аренда квартир. Сама тоже недвижимость стоит гораздо дороже, чем в Москве. Допустим, в новых районах ценник начинается от 16 и 20 миллионов за квартиру в средней площади. Аренда, поэтому, тоже очень дорогая. Как к тебе относятся сами, сами индейцы? Я могу сказать, что хорошо. Несмотря на то, что многие пытаются, конечно, обмануть, здесь у них даже есть такое выражение, белая кожа в 2 раза дороже. Серьезно? Да. Прямо вот так? Я даже знаю, что цена я видел в достопримечательности есть для индейцев одна. Безусловно. И для нас здесь в 10 раз дороже. Безусловно. Да, да. Нет, иногда даже больше, чем в 10, да. Если в Тадж-Махал индусам вход стоит 40 рупий, то сейчас иностранцам стоит 1100. Да. Вот. Белая кожа в 2 раза дороже. Безусловно. Будьте готовы. Хорошо. Где ты это испытывала? Да везде. То есть, это начинаешь испытывать прямо с аэропорта. То есть, когда туристы, прилетающие самостоятельно, выходят из аэропорта, если вдруг ты это не рассказывал, нужно быть готовым к тому, что местные таксисты сразу загибают ценник в 2 раза. Если даже ты сумел сторговаться, ты едешь по улице. Обычно рейсы ночные все из России. И улицы перекрываются вот такими вот штуками вечером. Они перекрываются. Рядом обычно стоят какие-нибудь люди с автоматами. Это может быть просто охранники, это могут быть полицейские. А здесь написано, как ты видишь, Daily Police. Вот. И начинается разгон о том, что, ребята, у нас что-то здесь неспокойно. У нас здесь вот немножечко начинаются какие-то вот, в общем, революционные движения. Может быть, вы хотите полететь или поехать в Агру? Или, может быть, мы вас отвезем в Ришикеш за 400 долларов? Или, может быть, хотите в отель? Да. Ну, ладно, поедемте в отель. Какие бесстрашные люди. Допустим, если тебя не привозят в туристический офис, где тебя маринуют индусы просто полночи оставшиеся, которые ты планировал поспать, они тебя маринуют, предлагают как бы варианты, куда ты можешь уехать от этого беспредела, который здесь творится. Если ты не соглашаешься и говоришь, привезите меня уже в отель. Привезите в отель. Вот. Тебя везут и привозят на какое-нибудь пепелище. Говорят, вот я сгорел. К сожалению, друг. Но у нас есть другой. Натя, расскажи мне про кастовость в обществе и про гендерное распределение. Ну, по большому счету, существуют четыре основные касты. Это каста браминов, богослужителей. Каста кшатриев – это правители или воины. Каста купцов. И шрудеры – низшая каста, которая занимается самыми грязными работами. Если говорить про основное. Потом в каждой идет еще много очень разветвлений, разделений. И чем дальше во времени, тем сильнее, мне кажется, идет больше это разветвление. На самом деле, придерживаются ли люди до сих пор кастовости? Да, придерживаются. В более развитых городах, в мегаполисах меньше придерживаются. Ну, конечно, в глубинках это все еще существует очень сильно. И если на данный момент межкастовые браки уже существуют, в принципе, регулярно, то, например, межрелигиозные до сих пор, как бы это… То есть мусульманка за индуса вышла или наоборот там, то здесь уже возникают какие-то трудности. Каста шрудеры, в принципе, даже есть… Это самая низшая каста, которая занимается грязной работой. То есть чистит мусорки, туалеты. То индус сам, для него это грязная работа, он даже старается не прикасаться. В каждом доме существует девушка, которая из этой касты приходит, делает эту грязную работу. Но государство сейчас в очень большой степени пытается поднять эту касту из совсем вот низов. То есть существует даже такая государственная карта шрудеры, при предъявлении которой тебе полагается очень много всяких квот. Квоты на поступление в школу, квоты на поступление в институт, квоты на заканчивание института, то есть тебе дадут закончить его в любом случае. И также существуют определенные квоты на поступление на какую-то работу, в том числе государственную неплохую работу. Расскажи, пожалуйста, про гендерное распределение. Что делают мужчины, что женщины? Правда ли это, что есть отдельный вагон в метро для женщин? И вообще, какое отношение к женщинам и к мужчинам здесь? Начнем с того, что в Индии не как в Европе по статистике на 10 девчонок, 9 ребята, с точностью, да наоборот. На 100 мужчин 80 женщин. Женщин здесь меньше. И если вы ходите по улице, если вы обратили уже внимание, в основном вы видите мужские лица. Потому что женщины в основном сидят дома, ведут хозяйство. То есть это их, они могут выйти вот там сарьку себе прикупить. Но опять же, давайте все-таки поговорим о том, что мы сейчас находимся в мегаполисе, в большом городе. В большом и современном городе. То есть девушки, например, моего там женщины поколения и более молодые вполне себе занимаются и карьерой, и работой. И все так же, как и у нас происходит. И не то, чтобы они прям кормят семью, но подкармливают конкретно. И занимают определенные должности. В том числе женщины занимают какие-то должности и на высоких постах в политике. Они занимают высокие поста и в политическом, и в экономическом, и в каких-то еще сферах. То есть я не могу сказать, что все женщины сидят по домам. Нет, это так нельзя сказать. Так можно, может быть, опять сказать про глубинку, но не про Дели. В Дели барышни довольно-таки эмансипированные. Несмотря на то, что она сидит дома, да, мужчина глава семьи теоретически. Женщина очень мощная здесь шея. Женщина, она вроде так, а сама мужем ого-го. Тем более мужчины здесь довольно-таки мягкие, податливые, воспитанные, опять же, женщинами когда-то. То есть это делает их такими более податливыми, более мягкими, более управляемыми. Почему в метро отдельный вагон для женщин? Отдельный вагон для женщин. Отдельные места для женщин в общественном транспорте. Есть даже такси, которые там, например, только для женщин или еще что-то. Опять же, в силу того, что мужчин много, женщин мало, то, как бы это сказать... Мужчины себя не сдерживают полностью. Да, проявления сексуальной агрессии в сторону женщин довольно-таки много. То есть даже вот проходя, вот у меня даже лично были моменты, там, втихарца вот так вот сделать, там, втихарца локотком заездить. Самая рядом сидит, там, пальцем хоть потрогать. Тем более, белая женщина. Это все резко пресекается. Женщины это не любят. Естественно, женщины здесь недотроги. То есть, там, в 25 лет сказать, меня мужчина выше этого места никогда не касался, это нормально. Это мне лично говорила, хвасталась барышня, на что я сказала, ну, и дура. Слушай, а есть еще мужчины, женщины, гермафродиты? Да, это... Как это называется? Хи... Это называется хиджира. Хиджира. Третий род, как его еще называют, или средний род. Практически оно. Теоретически, изначально хиджира это гемафродит. То есть, это примерно в тинейджерском возрасте мальчика скопируют, и он начинает вести образ жизни женщины. Он надевает женскую одежду, он делает свой голос помягче, старается как бы, и все такое прочее. Многие даже этим, я забачиваюсь, просто переодеваются в женскую одежду. И хиджира, на самом деле, к ним относятся немножко, вот, индейцы, с такой смешанным чувством брезгливости и осторожности, как, может быть, у нас к цыганам. То есть, там, как бы, она там скажет, проклясть может, там, черный глаз положить, ну, и благословить в том числе может. Они очень часто приходят на свадьбы, там, давай денежку, а то я сейчас тут юбочку подзадирую, и тебя тут все опозорю. То есть, могут просто пройтись, там, денег нет, прошлись, каждый магазин зашла, то же самое сказала, ну, давай, а то сейчас тут все прокляну. Этим они, собственно, и зарабатывают. В том числе, их часто приглашают там подплясать, потанцевать. То есть, это их неэстезия, собственно, они эти вот больше всего. Вряд ли они там что-то шьют или молоточком работают. То есть, это не то, чем они зарабатывают. В чем такая разница между индейцами и индусами? Это самая большая такая вещь, о которой я говорю. Индиец – это житель Индии. Индиец может быть мусульманином, христианином, индусом, сикхом. Индуизм – это религия, это религиозная принадлежность человека. Вот к тому, что удобство в Индии, и когда начинаешь лениться немножко, это когда ты понимаешь, что здесь людей очень много, которые за тебя много чего сделают. Нас воспитывали как? Мама воспитывала, что нужно уметь все делать по дому. Убираться, постирать. Конечно. Здесь по-другому. Ты хорошая хозяйка, когда ты можешь создать эту работу вокруг себя. Организовать, делегировать. Ты менеджер дома, так сказать. Вот у нас, например, здесь... Намасте. 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 Здесь они гладят. И это очень прикольно, потому что гладят они утюгами, которые кладут уголь. Поэтому они такие железные старые утюги и очень-очень как бы... Тяжелые. Тяжелые. Поэтому я глажу дом, вот честно. Но рубашки и какие-то вещи, которые очень сложно прогладить, джинсы, лучше отдавать сюда 5 рупий за одну вещь. И пожалуйста. И они потом позвонят себе в мере и скажут... 5 рупий, боже, это же ничего совсем. Да. И это их основной бизнес? Это их основной... Я узнала, у них еще есть химчистка, поэтому у них еще не все так плохо. И мы пришли к твоему дому, правильно, где-то? Вот мой дом. У него твой дом? Да. Как вы с мужем выбирали этот район вообще? Здесь через дорогу живут друзья мужа, которыми он учился в школе еще у него друг. И они... Сначала он хотел жить в Гургаоне, открывать там бизнес. Потом, конечно, все планы поменялись. Ну и конечно, если ты открыл бизнес, ресторан где-то здесь, и у тебя есть свобода действия, где ты будешь жить, лучше жить за 5 минут от работы. Потому что ездить туда-сюда с этим трафиком делийским, это нереально. Вот. И нашел... Ну, ему помогли найти квартиру. И вот, например, вот этот дом, там на первом этаже живут хозяева. Эта семья получается муж с женой, ну, уже в возрасте, их сын с женой и внук. Вот они все вместе занимают вот первую... первый этаж этого дома. А мы, получается, уже на втором этаже. Там две квартиры, одна наша, одна наших соседей. Отлично. Пойдем посмотрим. Пойдемте. Ну вот, мы у меня дома. Мы здесь живем вместе с мужем, вдвоем. У нас три комнаты. Комнаты считаются по количеству спален. Получается, одна наша спальня, одна спальня гостевая и одна комната, где у нас стоит стиральная машина. Она переделана больше в такую бытовую комнату, где, если что-то не нужно, можно временно поставить. Вот, чтобы она не мешалась и не собиралась, как бы, на вид для всех. Вот. Ну, что сказать. Квартира вообще стоит... Мы ее арендуем уже два года, получается. Точнее, нет, неправду сказала. Мы жили в соседней квартире. Она немножко поменьше и выходит на другую сторону улицы. Ну, как бы, вид там похуже. И мы решили, когда эта квартира освободилась, переехать. Ну, конечно, она немножко больше стоит, потому что по площади больше. Балкон очень большой, мы потом посмотрим. И вид из окна поприятнее. И очень светлая квартира, как бы, очень приятно здесь находиться. Ну, и разница в стоимости, как бы, квартира поменьше. Там было только две комнаты и тот же зал. Две комнаты, две ванны, ну, два туалета и зал. Там она стоила где-то 450 долларов. Здесь будет стоить уже где-то 550 долларов в месяц. Недорого. Это все очень относительно, потому что для Дели, ну, как бы, вы, наверное… Ну, вот если персонал, который вот у нас работает, они снимают комнату там чуть ли не за 6 тысяч рупий. Это, ну, меньше 100 долларов иногда, да. Вот если, конечно, это будет дорого по… Как бы, для среднего населения. Но для такого района и для такой квартиры это очень-очень хорошо. И мы очень довольны своим выбором, на самом деле нам повезло. Потому что наши знакомые, которые уехали, вот они тоже здесь жили, они искали новую квартиру. В новых домах стоимость будет намного больше. Чтобы купить такую квартиру, это, в принципе, относительно нереально, потому что квартиру продавать не будут. Это, как бы, само здание принадлежит и хозяевам. Они живут под нами. И нормальный человек не продаст. Лучше в аренду сдавать и жить, и не работать. Потому что на 500 долларов здесь можно прожить, если у тебя уже есть дом. На 500 долларов вообще отлично просто. Можно себе покупать, кушать, даже путешествовать успевать. Вот. А когда у тебя не одна квартира сдается, а две, вообще идеально. Или могут… Иногда, когда слишком старое здание, они сносят, строят новое, даже с лифтом персональным, как бы, в любом здании на четыре этажа и отлично. Потому что земля очень дорогая, она очень сильно ценится. И в таких районах они очень-очень редко продают. Друзья, Леся привела меня в то место, которое открывает для нас с вами Дели абсолютно по-другому. И это место оказывается самое живописное место в Дели. Называется оно сады Лоди. Лоди Гарден. Лоди Гарден. Оказывается, на этом месте еще до 1936 года были самые настоящие трущобы. Но не те трущобы, которые мы видим в этом видео, а более серьезные трущобы, скорее всего, из картона. Как многие читали, наверное, в книге Шантарам, которые есть в Мумбаи, где-то здесь за окрестностями Дели тоже присутствуют. Так вот, с 1936 года при помощи жены короля, королевы, соответственно, здесь было абсолютно все исправлено. И на месте бетонных плит и трущоб выросли вот эти вот красивенные сады. Здесь также на этом месте исторически сложилось так, что находятся различные гробницы правителей Дели. Дели династии Лоди и Саидов, в честь которых многие из гробниц и названы. И самая древняя гробница, это гробница Мухаммеда, третьего правителя Дели. Местные индийцы сюда приходят просто гулять, мне кажется, ежедневно. Они раскладывают пятники, занимаются йогой, гоняют мяч по всему полю, ходят, молятся. Причем здесь молятся, как и Сигская здесь есть, не знаю, храм Сигский есть. И индуистский, скорее всего, есть храм, и мусульманский. В общем, на одном месте прижились все. Также при входе мне понравилось, что есть место, где есть карта птиц. И ты можешь видеть, какие птицы здесь живут. И, скорее всего, вы даже их слышите. Вы знаете, что Дели входит, наверное, в топ, если не занимают точно первое место, с самых загрязненных столиц мира. Правда? Здесь тяжело дышится. Есть здесь такое, но если ты будешь часто гулять по парку Лоди, тебе будет дышаться легко. И, опять же, от климата зависит. Когда начинают в Раджастане жечь рисовую солому, весь этот смог приходит сюда, добавляется к смогу, который поднимают тысячи машин на улицах. И, конечно, надевали. Индусы взрывают свои петарды на Новый год. Фейерверки, огни. Здесь зашкаливает pollution. И в этом году оно достигло максимума предельного. Да, было 900 значений. Нать, куда ты меня везешь? И расскажи мне про рикши. Потому что я так понимаю, что все передвижение по городу происходит в основном на рикшах. Ну, не совсем все. Вот в этой части Дели, да. Очень много рикш, потому что это самый удобный транспорт. Во-первых, я тебя везу сейчас на Карибаоли. Это самый большой рынок специй в Азии считается. Не знаю, правда, кем. Явно не Форбсом. Но все равно это большая оптовка специй и чая, и пана, и много вообще чего. То есть это как раз та улица, которая конкретно специализируется на специи. Мы сейчас все еще находимся в районе Чанничока. Мы едем по центральной, продолжаем ехать по центральной улице. Про рикши. Вот смотри. Вот эта рикша, она электрическая. Они в основном на короткие расстояния. Это от метро, как где-то в пару километров максимум, да. Это рикши, которые только вокруг метро они курсируют. Есть рикши, которые вот с желтой крышей. Эти рикши на газе. Эти рикши на газе, и они курсируют в пределах всего Дели. То есть, в принципе, их еще называется индийский хеликоптер. Потому что они очень юркие, и они очень... В основе его лежит мопед с тремя колесами и будочкой. Местных жителей туда может забиться огромное количество. Но, в принципе, три пассажира там только предусмотрено. Еще есть вело-рикши. Вело-рикши тоже не во всех районах. Им разрешено находиться. Но старый Дели, он ими как бы знаменит. Вело-рикши, опять же, есть, которые просто педальные, на мускульной тяге. И есть иногда очень вело-рикши. Снизу подвешивают такой маленький аккумулятор, чтобы чисто помочь передвигаться. Вело-рикши тоже может быть до трех знатных барышень усадить на себя. И вполне себе припеваючи ехать. Какие основные средства передвижения, кроме рикш-вело-рикши? Рикши-вело-рикши, это все наземные и на короткие расстояния все-таки. На большие расстояния метро, Дилийское метро. Первая станция Дилийского метро открылась в 2005 году всего лишь. За 13 лет, если вы посмотрите на карту, это очень развитая сеть. Постоянно они его сейчас активно копают, строят. И открывают новые станции просто регулярно. Метро, по-моему, 277 километров открывает. Да, оно действительно очень... И реально линии, не только просто станции. Целые линии открываются регулярно. И строили его японцы? Да, в основном строили его японцы, за что, по-моему, 10-летняя прибыль от метро. Что-то там какое-то такое было. Очень долго, несколько раз в Дилии начинали строить метро. Но так как оно расположено на таком, как бы, платах, копают-копают, бам, скала. Где он заканчивается, как ее копать, непонятно. Несколько раз начинали, но не могли. В оконцовке японцы сказали, мы вам все сделаем. И, в принципе, Дилийское метро, оно надземное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, немного больше года назад я начал вести этот влог. Я объехал десятки стран, снял больше 100 видео, выпустил их на канале. Я вам благодарен за то, что вы подписаны, смотрите эти видео и комментируете. Знаете, зачем я это делаю? Во-первых, мне нравятся путешествия, мне хочется вам показывать мир через свои глаза. Я знаю, что многие из вас в некоторые точки мира никогда не поедут. Во-вторых, я хочу вас вдохновлять не сидеть дома на диване, а вставать и делать, и делать то, что вас вдохновляет, то, чего поет сердце. Ну, а в-третьих, скажу вам честно, я делаю это для своего бизнеса. У меня есть бизнес в онлайне. Это сервис выгодных путешествий TripMyDream. Мне не так просто, как основателю бизнеса сделать его большим. Поэтому я в каждом видео стараюсь рассказывать об этом сервисе, говорить о нем. Побуждать вас находить самые выгодные авиабилеты именно на TripMyDream. Поэтому, друзья, если вы, ваши друзья, ваши близкие куда-то собираются лететь, заходите на TripMyDream.com, проверьте, найдите самые выгодные авиабилеты. Поверьте, мы с командой очень стараемся, чтобы вы всегда находили самые лучшие предложения. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции путешествия. А выгодные авиабилеты вам всегда поможет найти сервис выгодных путешествий TripMyDream. А теперь, пожалуйста, о семье. О внутренних отношениях в твоей семье, в индусской семье, в индийской, точнее, будет правильно сказать, семье. И о твоих отношениях с мужем есть ли какое-то гендерное распределение, какие-то особенности? Семья, конечно, для любого человека из Индии это очень важно. Мой муж сразу сказал, что моя семья для меня очень важна. И у меня не было такого, что, а как же мы, а как же я, и кто там главнее. Потому что, на самом деле, для нашего менталитета у нас тоже семья очень важна. Это избежает, на самом деле, наши две культуры. Поэтому я не увидела ничего такого, что, о май гад, я так не буду, я так не могу. Отношения с семьей просто уважение. В традиционных индийских семьях невестка должна быть той, которая в 5 часов проснется и сделает чай для свекрови и свекров. И только из ее рук они будут пить этот чай. У меня есть такая знакомая. Она может тусоваться всю ночь, но в 5 утра она встанет и будет сделать чай. И я не понимаю вот этой двуличной, конечно, жизни для меня вот это самое неприятное, что есть в Индии. Все согласны в том, что, конечно, мужчины, они более семейные. Как бы у них вот эта семейная ценность, как они уважают своих родителей. Они точно так же уважают свою жену, и они хотят, они все в семью. Поругался, не поругался, хотят, чтобы нам было лучше. Они как-то, тем более иностранок, вот это очень заметно в местных мужчинах. Они хотят сделать так, чтобы нам было хорошо. Мы же все равно жалуемся, правильно? Я тоже жалуюсь. Я же не всегда так, ой, замечательная страна Индии. Мне же тоже иногда хочется что-нибудь сказать. Чем бы я ни занималась, мой муж всегда меня поддерживает. Может, не потому, что он думает, что я такая замечательная, детям помогаю, еще кому-то. Он просто хочет, чтобы я была занята. Поэтому, что бы я ни делала, он мне будет помогать. И так не только у меня. У нас была вот короткая история. Был ивент мы делали. И было 2 русские женщины и я. Мы организовывали это все. Мы приехали в 9, начало было в 10. И я захожу, я захожу со своим мужем. Потому что ему ты на работу с 11 до часу ночи. Но в 10 он поехал со мной, чтобы все помочь. Я захожу своим мужем. Там Татьяна со своим мужем, там Ксения со своим мужем. Я стояла, смеялась, говорю, какая прелесть. Три девчонки собрались, решили сделать семинар. А кто работает? Наши мужья. Один проектор настраивает, второй еще что-то в столы тягает. Но кто это будет делать? Потому что это нормальные мужчины, которые понимают, что ты приехал сюда, тебе сложно. И что бы ты ни делал, они как-то будут... Сопорт. Да, они помогают, они поддерживают и все. Поэтому более семейно настроен. Поскольку я приехала на туристической визе, я просто ее сделала как экс-виза. Это extended виза, продленная виза, которая выдается по поводу, по факту нашего замужества с Роханом. Она... первые 2 года ты не имеешь права работать. И вот то, что замечательно в индийском законодательстве, когда ты выходишь даже замуж. Муж, будущий муж пишет расписку, что он обязан... Серьезно? Он обязан тебя кормить, обязан тебя поить. Конечно, мы смеемся, что там только указано кормить и давать accommodation, давать проживание. Он говорит, шоппинг там не записан. Я говорю, не надо. Вот. А ты, в принципе, никому ничего не должна. Единственное, что ты не должна работать в течение 2 лет. Это, наверное, делается, чтобы избежать вот этих фиктивных браков, когда люди просто пытаются сюда приехать и начать работать. Потому что здесь людей слишком много. Им своих некуда девать. Поэтому, чтобы приезжали еще иностранки, это уже нет. А так, в принципе, работать можно, как сейчас. Мне еще меньше, чем год, и я получу гражданство. Работать можно, но получать зарплату нельзя. Такая схема. Что ты не можешь принять после 16 лет жизни до сих пор? Я до сих пор не могу принять. Самое главное – это отношение местного населения к гигиене и отношение вот к мусору и грязи. Это моя личная война постоянно идущая. Они не грязнули. Они не грязнули. Каждое утро помыться, помолиться – это обязательно для всех. Они поддерживают личную чистоту очень. Они дома свои моют, чистятся каждое утро от и до. Это для них очень важно и для них святое. Но все, что за порог, это все вот к этому не относится как к дому. И меня это огорчает. Я всегда говорю, что Индия – это же тоже твой дом. Зачем ты на нее вот так? Меня бесконечно это расстраивает всегда. И, к сожалению, как бы это все связано тоже и на малограмотности. Они говорят – вот образованные люди. Это не мы, это они там ссорят. Нифига. И из богатых машин из окна выбрасывается мусор. Я видела это своими глазами. И нет уважения к земле как к родине. Как к дому. Почему это изначально? Это же генетически, наверное, еще. Я не думаю, что это прямо генетически. Вообще, на самом деле, я так про себя думала. На самом деле, это мои мысли. Для индусов, именно про индусов сейчас говорим. Для индусов это все – это майя. Вы знаете, что такое майя? Майя – иллюзия. Морок. Вот это все – это все не настоящее. Матрица. Это не то, что в жизни главное. И это не дом. Дом там. С богом. В раю или еще где-то. А все, что нас окружает, вот эта бытовуха, вот эти какие-то – это все какой-то морок на наших глазах. Это все не настоящее. Это все нам кажется. Это правда, что у них даже туалетной бумаги в туалете нет? Потому что они пользуются водой. И левую руку нельзя подавать? Потому что вы пользуетесь левой рукой во время пользования воды. Ты привыкла к этому? Нет, я пользуюсь туалетной бумагой. Ты была заинтересована в культуре, приехала, получила культурный шок. Физический, духовный – все виды шока, которые были, правда? Да, да, да. И ты вышла замуж за? За местного мальчонку. Да. Это да, это так. Мальчонка хорошая. Он с тобой познакомился или ты с ним? Ой, это так случилось забавно. Мы познакомились на свадьбе другой моей подруги. То есть я была со стороны ее, он был со стороны жениха. Я там снимала что-то на камеру, он снимал что-то на камеру. И мы в объектив друг друга поймали. Как индейцы подкатывают? Прям резко, сразу так. Резко? Давай будем друзьями, а давай теперь встречаться. Через 3 дня я тебя люблю, выходи замуж. Очень быстро. То есть так, хо! И ты сразу вышла замуж? Нет, я через 1,5 года, когда у меня виза закончилась, я не торопилась. Что мой муж впоследствии мне рассказал, что для меня через 3 дня все было понятно. Я уже все, ты, это ты там что-то, не знаю, еще где-то витала в каких-то иллюзиях. А для меня через 3 дня все было понятно, что это моя жена, я с ней проживу до конца своей жизни. С кем вы живете? Ты, муж и мама? Ах, если бы. Это был бы идеальный набор. Во-первых, я, мой муж и мой ребенок. У меня сын. Ребенок, в смысле? Плюс свекровь, плюс родной брат мужа, плюс родной брат моего покойного свекра, плюс его жена и двое его взрослых детей. Ого! И сколько у вас квадратных метров? Метров-то много, а жить особенно негде. Потому что это, типа, старая постройка, хавели, дом, где много-много открытого пространства, а вот таких вот комнат очень мало. Сколько у вас в комнате человек живет? Трое. Комната 8 квадратных метров. Ты 8 квадратных метров? Ты муж и сын? Да. 8. Это только комната как бы, туалет, ванна. Туалет один на всех? Да. Один на всех? Моя ситуация нетипичная, скажем так. Там какие-то у нас некоторые сложности. В связи с домом мы не можем ни разъехаться, ни съехаться, ни отстроиться. Определенные какие-то там. Поэтому мы живем в такой большой компании. При этом какие у вас взаимоотношения в семье? Вот они добрые. Рассказы различные. Какие у вас? Они добрые. Да. Намасте. Да. Набилат. Ари. Погоди уже. Погоди уже. Погоди, наверное, велики. Погоди. Какие у вас взаимоотношения в семье? Непростые. Более чем непростые. Если, например, с мужем у меня великолепные отношения. Со свекровью нормальные. Свекровь у меня тихая женщина. Она особенно меня там не гнобит ничего. Меня и не погнобишь особо. Вот. То есть, с ней у меня нормальные отношения. Со второй половиной семьи там отношения изначально, еще до меня, были очень сильно испорчены. Поэтому... Кстати, на таком небольшом пространстве такое большое количество людей. Ну, как тут можно мирно все это делать? Там сложно. Скажи, пожалуйста, чем зарабатывает твой муж? Мой муж несчастный работает здесь же на чайничоке. Он работает с оптовыми клиентами. Они сами производят и вагонами продают сиквенсы для одежды. То есть, это блестки для расшивки. И он работает с оптовыми клиентами. Сколько в месяц он зарабатывает чистыми? Где-то чуть меньше 1000 долларов в месяц. У вас семейный бюджет либо отдельно твой, отдельно его? У нас семейный бюджет и отдельно мой. Ага. Ну, как и у нас у всех, наверное, дома. Да. Да, да. Сколько здесь нужно денег, чтобы жить? Очень трудно сказать. Можно прожить на очень маленькие деньги. Но здесь страна, в которой, я думаю, нет такого прям минимального минимума. Все зависит от тебя. Ты можешь койку найти за 50 рупий за ночь. Это меньше 1 доллара. Питаться вот так вот стрит-фудом, который тоже очень бывает очень дешевый. У тебя будет много препятствий на твоей жизни. Но, в принципе, можно и на такие деньги прожить. Ну, и можно на более, действительно, очень широкий бюджет. И этим самым как бы для бэкпекеров, например, эта страна довольно-таки привлекательна. То есть здесь можно прожить долгий период времени на не очень большие деньги. Три совета, чтобы здесь адаптироваться? Осторожность, прежде всего. Но при всем при этом не бояться слишком. Потому что я знаю моменты, когда там привезли там девочку из России замуж, она там вышла. Я из дома не выхожу без охраны. Господи, ну что такое? Правила гигиены соблюдать очень осторожно. Очень, очень, очень осторожно с этим. Третье. Не бояться каких-то таких вот мест. Они самые яркие. Пятизвездочная Индия, она такая же, как весь мир. А вот такие аутентичные места. Они, может быть, даже через какое-то время и исчезнут даже. Их надо увидеть. Быть любопытным, любознательным. Это для, скорее, для туристов, наверное, совет такой. Ну вот, пять минут ходьбы от дома. Мы уже у нас в ресторане. Ресторан называется Roadhouse Cafe. Это ресторан итальянской кухни. Открыли где-то два года назад. На самом деле, сам бренд это из Непала. Знакомые моего мужа решили совместно открыть ресторан здесь, в Индии. Вот это первый Roadhouse. Всего их где-то 8 в Непале. И вот это первый здесь, в Индии. Открывали очень долго, потому что, кажется, ты запланируешь что-то в Индии, но оно так не получится. Все занимает намного больше времени, к сожалению. Но интересный процесс был, конечно же. Когда открывали, ну где-то месяца на два, наверное, задержали все это дело. Стройка шла, случилась девальвация в Индии. Было очень много проблем. Это совершенно другая тема, когда менялись все эти деньги. Вот, было очень сложно, но все получилось, все открылось. Лицензию на ресторан получать было почти невозможно в самом начале. Запретили лицензию на алкоголь, поэтому нам заняло это 9 месяцев, чтобы можно было подавать хотя бы вино в итальянском ресторане. Но это тоже был очень хороший опыт, потому что чем сложнее в начале, наверное, тем легче потом. Но сложности в ресторане заключаются в том, что набор персонала иногда не хватает образованных людей, даже в плане сервиса. Хотя это самая, ну, на мой взгляд, простая вещь, потому что, ну, я училась на это. Поэтому мне кажется, что все это могут, но, к сожалению, не все. Люди добродушные, нет проблем в персонале, это добродушие людей. Они всегда будут вежливые, они всегда будут услужливые. Но ответственности, конечно, не хватает, поэтому сложно. Язык тоже большая проблема. Мы нанимаем, стараемся нанимать тех, кто хотя бы говорит на английском, понимает. Потому что, несмотря на общий язык хиндии, на котором говорят здесь все, местные приходят, но заказывают на английском. Потому что это, наверное, показывает немного высший класс. Поэтому все говорят на английском, когда приходят... Даже местные? Даже местные, да. Но когда они понимают, что официант не понимает, они переключаются. Но в основном заказы на английском. Все меню на английском. На хинди у нас ни одного слова нет. Ребята, смотрите, в следующем выпуске будет выпуск о местных. Это просто бомбический выпуск. У нас там несколько героев, которым делятся историями своими. Это индийцы, которые уезжали как муж, допустим, Тани, Рохан, потом вернулся сюда. Это люди, которые здесь выросли в трущобах, которые приехали зарабатывать. Будет очень интересно. Обязательно подписывайтесь, не пропускайте это видео. Субтитры создавал DimaTorzok Надь. Да. Я так рад, что ты меня привела в какой-то парк. И я так рад, что ты меня познакомила со своим daily. Но ты мне так еще не рассказала, что такое арамсе. И не рассказала еще о наших в daily, чем они занимаются. Хорошо. Арамсе это, дословно, если перевести, осторожно, аккуратней. Но для меня арамсе это, знаешь, стиль жизни индийцев. Не спешат они никуда, не торопятся. Опоздание плюс-минус два часа не считается. То есть, как бы, не надо перенапрягаться по жизни. Не надо вот куда-то бежать, что-то лететь, что-то делать. Арамсе осторожно, потихонечку, спокойно, без истерик, без беготни. Ну, примерно так, как сейчас ребята сидят вокруг нас. Школа? Да. Точно. У тебя же сын ходит в индийскую школу. Расскажи мне про индийскую школу. Это очень интересно. Ну, в Индии образование есть. Да? Начнем с этого. Я уже говорила как-то, что индийцы, индийцы, в принципе, очень любят учиться. В принципе, они стараются своим детям, даже вот низший средний класс, там, средний-средний класс, высший-средний класс, ну, про высший класс я как бы вообще молчу, стараются дать детям образование по максимуму. Здесь существует целая большая система государственных бесплатных школ. В принципе, бесплатно. Тебя научат и читать, и писать, и какие-то науки тебе дадут. И, в принципе, если ты сам захочешь, если ты своего ребенка после пятого класса не выдержанешь из младшей школы, и не отправишь на работу куда-то, да, в работный дом, то, в принципе, ты можешь дать своему ребенку и бесплатное образование в том числе. Но, как бы, в основном люди среднего класса стараются отдать своего ребенка в частную школу. У меня частная школа у нас не самая дорогая, совсем не самая дорогая, очень-очень средненькая, не самая дешевая в том числе. Обучение моего ребенка, он сейчас в четвертом классе, до пятого класса идет младшая школа, обходится примерно около двух тысяч долларов в год. Это со всеми пирогами. Это с автобусом в том числе, со школьной формой, с учебниками, и тогда это с физом, и все. В школе ребенок у меня учится, у меня учится Cambridge Primary School. Primary, значит, начальное. И обучение там идет на английском языке, как я уже говорила тоже. То есть это тоже очень, когда ты отдаешь школу, это всегда, на каком языке именно идет обучение. То-то и будет у ребенка, у человека как основной и самый главный. А остальное, хинди, например, уже как родной язык изучается. Как здесь медицина? Да нормально все. Опять же, бесплатно можно и вылечиться, и полечиться, и не помереть. В принципе-то. Конечно, ты будешь отстаивать огромные очереди в огромном толпе. Да-да-да. Есть и частная медицина. Существует система LIC, медицинских страховок. Тоже, опять же, они бывают подешевле, подороже, и включают в себя разные категории госпиталя, больницы. То есть, в принципе, как бы нормально здесь развито это, в принципе. Сюда даже существует в Индии медицинский туризм. Сюда люди приезжают лечиться и от рака, и приезжают на пересадки сюда, в том числе как бы из России страны, из Европы. Потому что здесь дешевле. Здесь, в принципе, хороший уровень, например, как с Кореей сравнивать, если, да, но в Корее это очень дорого, при хорошем уровне. Здесь, опять же, при хорошем уровне, но цены намного ниже. Друзья, я вам благодарен, что досмотрели это видео до этого момента. И мне кажется, что когда это видео уже выходит, и я его тоже вместе с вами буду смотреть, я не буду верить, что это происходило со мной, что я ходил в трущобы, я ознакомился с людьми на улице, я ходил к ним домой, я ходил к ним в ресторан, я прогуливался по тем улицам и районам, по которым точно очень многие туристы не прогулялись бы. Мне уже сейчас не верится, что это все со мной происходило. У меня настолько много эмоций, так сильно разорвались все мои шаблоны путешественника, что они, я не знаю, соберутся ли вообще и сможет ли меня какая-нибудь другая страна убедить. Мы с вами точно увидимся уже в следующем городе, скоро узнаете о каком. Но я знаю, что вы хотите, большая часть из вас хотите тоже открыть для себя невероятную Индию и очень атмосферный Дели. Вы досмотрели видео до конца. Теперь нужно поставить лайк этому видео, быть подписанным на канал, написать правильный комментарий. Пример комментария вы увидите в описании к этому видео, и вы сможете выиграть 2 авиабилета в Дели от авиакомпании Aerostone. Я вас всегда прошу инвестировать свое время и деньги в эмоции, в путешествия. А выгодные авиабилеты всегда находить на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. С вами был бывалый путешественник Андрей с выпуском из невероятно Индии и Дели. И мы с вами уже увидимся в Гонконге. Пока, друзья. Намасте, друзья. Это алоха по-индийски. Все верно. Мы в Дели. Это выпуск экспатов из Дели. Подписывайтесь на канал, и я сбился. Чуть-то переживал на твое расстояние, я не могу. Смотрите выпуск. До конца мы разыграем 2 авиабилеты в Дели. Стой, стой, стой. Поехали. Так, Андрей, мне бы очень хотелось показать вам конкретно это место. Нет, не вам, а тебе. Еще раз. Я тебя привела. Блин. Поехали. Класс, давай. Халло. Хай, эй, ху. Куда ты меня везешь на этой электрической рикшей? Почему она есть электрические, а есть такие нормальные херня? Андрей, я тебе... Я сам, сам, сам. Это было нормальное начало. Да. Субтитры создавал DimaTorzok